Здравствуйте! Рада всех приветствовать! В ЭПИД-сезон вирусных заболеваний самое время поговорить о действенных инструментах профилактики. Коронавирусная инфекция продолжает о себе напоминать, но в отличие от 2021 года, сегодня более или менее ясны действенные шаги, как себя обезопасить. Обратимся к международному протоколу рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19 и вспомним, на какие полезные нутриенты следует обратить особое внимание и поскорее включить в свой ежедневный рацион. Итак, витамин С, витамин Д3, кверцитин и цинк. Такой простой набор действительно является эффективным для предупреждения или в случае заболевания значительно ускоряет процесс выздоровления. Особенно это касается группы риска людей пожилого возраста старше 60 лет и лиц с сопутствующими заболеваниями. Предлагаю подробно остановиться на каждом активном компоненте и вспомнить комплексы из ассортимента ArtLife, в состав которых они входят. И начнем, пожалуй, витамина С. Витамин С обладает широким спектром функционалов. Он участвует практически во всех биохимических реакциях, протекающих в нашем организме, но нас сегодня интересует его антиоксидантная активность немедленного действия. Он осуществляет эффективно защиту жиров, белков, РНК, ДНК клеток от разрушающего воздействия свободных радикалов, а также стимулирует синтез интерферона и, к сожалению, не синтезируется естественным путем в нашем организме. Оптимальным источником витамина С является комплекс спектр С. Из четырех производных витамина С в липосомированной форме. Хочу подробнее остановиться на липосомирование, возможно, кто-то об этом не знает. Липосомы – это микроскопические пузырьки, мембраны которых состоят из одного или нескольких бислоев фосфолипидов. По сути, мембрана липосом является жирорастворимой, соответственно, сродни нашей клеточной мембране. Поэтому липосомы так легко проходят внутрь клетки, как бы сливаясь с ней и адресно доставляют внутрь клетки действующее вещество, на данном случае витамин С. Более того, комплекс обладает пролонгированным действием. На протяжении 24 часов в организме поддерживается на оптимальном уровне концентрация витамина С, что особенно важно, потому что данный витамин нестабильный, он очень быстро разрушается и, к сожалению, его невозможно накопить. Следующий компонент – цинк. Является важнейшим микроэлементом и по распространению в нашем организме занимает второе место после железа. Он способствует активации более 200 ферментов, поэтому так важна его роль для полноценного развития как взрослого, так и детского организма. Кстати, максимально высокие концентрации данного микроэлемента определяются в мышцах до 60%, и в костях до 3%. Нас сегодня интересует его роль в иммунитете. Он блокирует сборку вируса внутри клетки, соответственно, препятствует его активному размножению, а также стимулирует работу вилочковой железы, тимуса. Соответственно, более активной наработке способствует лимфоцитов. Следующим компонентом является гидрокверцитин. Это биофлавоноид, который также играет важную роль в иммунитете, а также влияет на проницаемость сосудов, укрепляя стенку и снижая эту как раз проницаемость к вирусам и другим различным патогенам. Все эти компоненты собраны в комплексе триавитал. Еще раз, цинк, кверцитин и витамин С. Триавитал будет способствовать предупреждению заболевания, а также будет помогать как можно более быстро справиться организму, восстановиться после перенесенной инфекции. Следующим компонентом является Д3. Этот витамин нам всем известен, он выполняет функцию и гормона, и в то же время витамина. И оказывается, по ряду исследований было доказано, что он является модулятором иммунного ответа, а также важным звеном гомеостаза иммунной системы. То есть он препятствует развитию аутоиммунных заболеваний. Источником витамина Д3 является комплекс Optimal K2-D3. Оптимальные дозировки этих витаминов позволяют давать данный комплекс не только взрослым, но и детям, и тем самым повышая сопротивляемость организма разным инфекционным агентом. Предлагаю перейти к сердечно-сосудистой системе, так как сосудистая сеть по сути выполняет роль транспортной магистрали и доставляет кислород и питательные вещества к клеткам тканей и органов, тем самым определяя уровень энергии в нашем организме. А это, как мы помним, очень важно для постковидного синдрома, потому что на этот период как раз мы наблюдаем снижение энергии, снижение ресурса организма и, по сути, астенический синдром. Итак, для того, чтобы контролировать уровень энергии, необходимо в эту подборку включить витамины группы В. Они как раз отвечают за регуляцию энергообмена, а также участвуют во многих биохимических реакциях нашего организма, поэтому выполняют широкий спектр функций. Но крайне важно здесь что отметить, что именно микробиот отвечает за синтез большинства витаминов группы В, поэтому крайне важно ее регулировать и беречь. То есть, когда у нас возникает смещение в ту или иную сторону баланса микробиома и происходит повышение условно-патогенной микрофлоры, мы наблюдаем снижение своей собственной полезной и на этом фоне у нас может наблюдаться дефицит витаминов группы В. Поэтому их необходимо получать ежедневно с различными продуктами питания, в том числе с качественными БАД. Следующим компонентом, который я предлагаю включить в эту подборку топов, является убихенон или более известный нам компонент под названием коэнзим-Ку-10. Он относится к группе витаминоподобных соединений и как раз отвечает за высокий уровень энергии. Но что очень важно, для того, чтобы этот компонент естественным путем синтезировался в нашем организме, необходимо выполнение ряда важных условий. А это наличие аминокислоты, ряда микроэлементов, а также витамин. Если у нас происходит сбой ферментной системы, сбой в работе ферментной системы, либо наблюдается дефицитное состояние а-витаминозы, гиповитаминозы, возникает нарушение наработки в достаточном количестве данного компонента и уже физиологические потребности организма не закрываются. Итак, все эти компоненты витамина группы В, а также Куэнзим-Ку-10 содержатся в нашем комплексе под названием Энжект. Он был создан для того, чтобы запустить энергию, разогнать ее в организме, а также поддержать работу сердечно-сосудистой системы. Итак, давайте подытожим. Такой простой набор и довольно эффективный. Витамин С, витамин Д3, витамины группы В, цинк, дигидрокверцитин, Куэнзим-Ку-10 – все эти компоненты помогут эффективной профилактике организма на период респираторных заболеваний, а также ускорит процесс выздоровления в случае перенесенных каких-то инфекций. Если это постковидный синдром, они помогут быстро скомпенсировать дефицитное состояние. Все комплексы, которые я называла выше, можно принимать вместе, они совместимы. А теперь, друзья, я хотела бы пожелать вам всем крепкого здоровья. До свидания!